Итак, дорогие друзья, мы с вами до этого смотрели уроки, если не понимаем джанго, но хочется что делать. То есть здесь в описании видео, кстати, вот эти два урока я дам под этим видео, посмотрите. То есть здесь в описании видео есть ссылки на другие уроки, надо их посмотреть. Второе, это код понимаю, писать не могу. Рассказал, как работать над кодом. Эти принципы надо взять себе. А теперь, когда мы пошли дальше работать с уроками, мы начали дальше продолжили это же самое, но продолжили уже в коде. Начали с простого. Напомню нашу цель. Итак, мы хотим джанго рассматривать сложные вещи. Отбросьте нафиг все книги. В книгах то, что есть, вы напишите только вершки, да? А нам с вами надо твердое понимание. Почему повторение «Мать учения» мы начали с простого, совсем простого. До этого мы создавали курсы, то есть стараемся свести, вот выработать принцип работы с джанго для вас, но отточить базовые вещи до мелочей. Поэтому, ребята, пишем до посинения. В данном курсе получилось у меня 10 уроков, где мы с вами совмещали. Ну, во-первых, что мы с вами совмещали. Мы с вами сначала начали разбирать логику, чтобы не получилось так, как ребята часто применяют логику Python ко всему джанго. А потом говорят, я джанго не понимаю. Поэтому сначала мы теорию рассмотрели, теперь на практике начали разбирать, да? Начали с самого простого. Написали очень простую модель. Модель, да? Очень простую. Добавили ее в админку. Но у нас получился целый комплекс работы. То есть, где я вам предложил, чтобы вы начали вырабатывать свой принцип работы с джанго. Я вам говорил, что у нас сейчас должно быть три инструмента. Первый инструмент – это наша среда. Второй инструмент, с которым мы начали работать дальше – это джупитер ноубук. Третий инструмент, с которым мы работаем – это наша документация, наши принципы, которые мы начали вести, вырабатывать, да? Я много объяснял, что где должно достраиваться в голове. И основная задача была, что сделать. Придется сначала начать. Немножко не то хотел сказать. Основная задача, конечно, выработать принцип работы с джанго. Дайте договорю мысль до конца, иначе потом я ее и не вставлю. Значит, смотрите. Курс. В школе очень много курсов. И я надеюсь, что все вы их прошли. Уже более 17 уроков видео, да? Но сейчас пришло время. Нам надо переходить к сложным вещам джанго. Я бы хотел, чтобы вещи простые, а что я называю простыми вещами? Это все основные операции в джанго. Ну, например, чтобы вы понимали меня, кто начал с этого видео, да, только. То это, в первую очередь, мы разбираем по ходу, что от чего зависит джанго, что как работает, но уже в коде. Ну, к примеру, да, мы с вами разбирали. Сейчас, секунду. Да, из чего, собственно говоря, состоит модель. Я не понял, а где делся? Я не в той среде писал немножко. Урок получается. Сейчас, секунду. Ну, мы дело это поправим. Да, я немножко не то среду открыл. То есть, смотрите, чтобы писать более сложные вещи, простые вещи, не должны вы на них даже зацикливать внимание. А простые вещи, что это значит? Это значит, мы, допустим, разбирали, что от чистого Python в модели джанго это только сам класс, который может содержать другие классы и методы. Дальше идет только логика джанго. То есть, и здесь я акцентировал ваше внимание на чем. Что вам надо четко знать, что модель джанго поддерживает три вещи. Класс сами поля, то есть, мы создаем, определяем, но мы с вами уроки все подольше, то есть, планировали само приложение, да, все это делали. Сами поля. Дальше второе. Класс мета. То есть, и что я хотел, чтобы вы четко поняли, что класс мета работает напрямую с базой данных. То есть, мы можем изменить название нашей модели в базе данных, можем присвоить ей, как здесь мы русские, там, по-русски называлось приложение. И третий элемент это методы. Пока у нас один метод, потом будет больше. Дальше мы с вами начали работать с логикой, то есть, присоединять документацию. А именно, начали учиться и запоминать, когда мы начинаем работать только с моделью. То есть, наша задача первая, это понять, что и как извлекать. И при этом, если бы я сейчас вот так вот это закрыл, да, ну, просто нечем закрыть, то, по сути дела, у нас, когда мы начинали в уроке, то у нас вот эта строка была, здесь только ОБЖ был, обжиг, да, написано. Но я акцентировал особое внимание, потому что, когда вы, учил вас этому, когда вы первый вариант думаете, как извлечь, то все остальное в голове вы должны достроить. И это очень важный момент. Вот здесь идет момент работы с документацией. То есть, первое, что где достроить, ну, в уроках поймете, да, и что как извлечь. И здесь мы работаем от документации. Я пытался до вас достучаться, думаю, достучался, что очень важно работать и с командной строкой в виде Jupyter мы будем, потому что это можно сохранить. И потом у нас продолжить работу, найти у нас приложение. А мы как раз с вами это и делали, и сохранили модель у нас, да, вот здесь. И, по сути дела, мы можем с ним дальше продолжить работать, да, и следующий раз, и следующий раз, и посмотреть, а модели будут у нас усложняться. Так, ну, видите, уроков 10 получилось, там проще было объяснить. Тогда перейду сразу к концовке. Кому интересно, тот будет делать. Итак, задача, следующая, выработать принцип. Вторая задача, принцип работы с Жанго. Вторая задача, четко понять, как работает Жанго внутри. Где применять логику Python, где надо применять только логику Жанго. То есть, как устроена Жанго. И эту логику мы сейчас проговариваем, да, потому что я увидел, что много очень непоняток с этим. Следующий момент. Основная задача, это научить вас думать. Я не скажу слово сейчас правильно. Я скажу слово, чтобы вы выработали свой стиль работы с приложениями Жанго. Потому что многие не задумываются. Я предложил, что мы пошли от моделей. Но, к чему я вас хочу приучить, что у вас должно быть, по сути дела, не три, а четыре инструмента. Первый инструмент, это сама среда разработки. Второй инструмент, это Юпитер. Третий инструмент, это то, что мы делаем, мы пишем документацию нашего проекта. Просто мы начали с простых принципов, да, чтобы думать потом над проектом. Это ведение документации проекта Mark Daven. И четвертый инструмент, это сама документация Жанго. То есть, метод, который надо всегда использовать, это мы идем. У нас есть модель. И, видя нашу модель, мы просто идем от модели и от представления к документации. В данном случае это заключалось в том, что мы использовали метод аль, так как мы себе запланировали потом погенацию. И первое, что нам надо было вычленить, это как извлечь объекты. И мы это делали в Джупитер, да. То есть, четко понимали. В конце концов, у вас в голове после этого урока эти четыре инструмента должны соединиться и дополнять друг друга. И действительно, развитие будет очень-очень большое. Ну, а те, кто начал с этого видео, в общем, будете смотреть курс, все поймете. Сейчас я закончу, а потом проговорю для тех, кто начал с этого видео. Ой, сейчас, секундочку, отключусь, потому что устал, пока писал уроки. А теперь, вот включился, вот проговорю еще раз основную мысль вот этих, этого курса, да. Наша задача выйти к сложным вещам. Но для того, чтобы выйти к сложным вещам, надо простые вещи. Это вот создание моделей, там, создание URL, вот таким, вот таким, вот таким способом. Создание вьюх, вот так, вот так, вот так, да. Да, то есть, часто, частые вещи, которые основу, они должны делаться просто уже, так-так-так-так, быстренько бегать пальцами, все, не думая. Поэтому все эти уроки делаем до посинения. Разобрались. И вот, чтобы перейти, это все мы делаем для того, чтобы потом перейти к сложным вещам. Иначе нет смысла, когда мы где-то недопонимаем, как работает джанга на мелочах, а пытаемся там написать какие-то вещи с типами контента, да, используя более сложные библиотеки. Это будет выглядеть нелогично и будет куча пробелов. Пробела нам не надо. Ну, а теперь, для тех, кто начал с этого видео, сайт школы будет по-другому выглядеть, просто не так быстро идет. Почему? Потому что он переписывается, можно смотреть. Будет по-другому выглядеть, но пока возможно так, поэтому я просто предупреждаю. Так вот, начинать надо в любом случае сайт этот spb-tut.ru, да. Вы получаете пожизненный доступ и занимаетесь. Все, ребят, что хотел сказать. Все получится. Писать будете. Главное, посмотрите видео, которое дал в описании. Там и почему несколько языков изучать. Там много-много чего рассказал. Все, давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...